Вот какого-то хрена Собчак пришла к Навальному и устроила там буквально Дом-2 в прямом эфире. То есть она втянула Алексея в выяснение отношений. И это было просто офигительно наблюдать. Я не смотрел сначала, я вот смотрел пример последние полчаса, как Навальный просто кипел как чайник. Ожидая пока Собчак закончит свои бесконечные длинные монологи, в которых она призывала за все хорошее. И как в ответ Навальный в ответ на эти монологи просто хлистал ее с размаху по щекам, говоря, что ты путинская, ты марионетка, ты просто вещь в его руках, ты просто управляемая им. Ксения, тебе нельзя верить, ты рекламируешь и круто, ты рекламировала, будучи кандидатом в президенты, какие-то там еще дорогие вещи. Ты вообще просто никто, я объединяться с тобой не буду. Она говорила, ну вот я же там все-таки хорошая, я там детские сады открывала, я там что-то еще делал. Она говорила, а помнишь, как, вот жалко нет моей жены, это был просто пик этого разговора, моей жены. Помнишь, как ты перед началом кампании приехала ко мне домой, сказал Навальный, сидели мы на кухне, сказал Навальный. И ты, имеется в виду Собчак, сказала мне, то есть Навальному, что мне, то есть Собчак, дали много очень бабла на кампанию. Помнишь, тут у Ксении Анатольевны лицо это изменилось, она не ожидала такого удара. Но было видно, что Алексей, конечно, ненавидит ее по-настоящему, так по-взрослому. Ненавидит и презирает. И это, конечно, было просто уничтожение Ксении Собчак в прямом эфире. Мне это напомнило все, вот помимо Дом-2, это понятно, все стали говорить Дом-2, Собчак втянул в Дом-2. Но это нам мастериться в этом, во всем, в этом бесконечном таком балаболине-тараторине, выяснении отношений. Ты хороший, я плохая, я хороший, ты плохой, давай вот поговорим, давай объединяться, давайте выяснять. Нам только не хватало еще голосования в конце за Собчак или за Навального. Но самое офигительное, мы все делали ставки, вот кто смотрел, сидел, когда же она заплачет наконец. Но визина не подвезли, вот у нее как-то слезы не текли, видно было, она напрягает эти мышцы глазные. Ну, душа-то у нее такая пустая на самом деле, и слез там нету особенно. Хотя тогда в эфире она, понимая, что надо как-то бежать, вот убежала в эти свои слезы. Здесь она сидела и просто ее просто разметали, там разминали таким тонким слоем. И фактически, да, вот я думаю, она как политика, она теперь для всей оппозиции записана в путинисты. Я нигде до выбора не говорил эту историю, нигде публично не рассказывал. Вот, смотрите, это квинтэсенция. И ты ехала ко мне домой в 2 часа ночи, это был последний наш с тобой разговор до этой встречи, за несколько месяцев, там, за месяц до того, как ты объявила. И дословно сказала мне и ей, сидя на моей кухне, распивая чай. Мне предлагают огромные деньги за выдвижение, и я не знаю, что делать. О, сейчас заплачет. Тут слезы, Ксюша, слезы, пожалуйста. Нет, не получается, не получается. Это неправда. Она знает про прослушку в доме Навального. Смотрите, очевидно, есть какой-нибудь, сидела Квасила с кем-нибудь ФСБшником, он ей там рассказал. Ксюха, у нас в доме Навального много прослушки. Это чистая правда, а ты лжешь в каждом своем слове. Ты без конца всю эту избрательную компанию лжешь. В глазах у нее страх, смотрите, думает, зачем я сюда пришла, какая же я дура. Утомительный монолог, и я сейчас хотел бы ответить на него. Ты участвуешь в этом, я не знаю, за деньги, за должность, как ты сказала мне и Юля, за те огромные деньги, которые тебе предлагают. Но ты сейчас, даже если мы отбросим это, просто сейчас абсолютно лицемеришь, когда говоришь, единый кандидат оппозиции, ведь ты Алексей мог поддержать другого кандидата оппозиции или еще кого-то. И такое впечатление, что ты описываешь нам абстрактную ситуацию. Мог быть некий кандидат оппозиции, но никакого кандидата от оппозиции вообще нет. Потому что схема Путина и твоя заключалась в том, что вы не пускаете на выборы меня. А потом он не пустил выборы меня. Я тебе не пускаю. Да, слушай, нет, ты мне, конечно, ты являешься здесь просто инструментом этой работы. Но схема заключалась в том, что нужно не пустить на выборы меня, нужно не пустить популярного кандидата и выставить самых непопулярных людей в стране. Круто, да? Строить либеральную оппозицию. Но то, что Навальный ее ненавидит, и то, что он, скорее всего, с ней никогда не пойдет, ни на какую коалицию, это очевидно. Потому что после таких слов, которые в прямом эфире проносят в лицо другому человеку, он назвал ее фактически Азефом или Гапоном на выборы. После этого, конечно, коалиции невозможны никакие. Продолжение следует...